МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удивительное дело наука. Она способна перенести нас в далёкое прошлое или приоткрыть завесу будущего. Для учёных факты и данные словно компасы и тайные тропы, которые укажут дорогу к цели. Например, ботаники утверждают, что сто лет назад флора Кольского полуострова была иной и сейчас продолжает меняться. А сделать эти выводы им помогает гербарий. Архивные шкафы на рельсовом механизме – полки, тонкие папки. В них аккуратно высушены растения с этикеткой, где, когда, кем собрано, что это за вид. На первый взгляд, ничего особенного. Но что за тайны могут здесь храниться? На самом деле, гербарий – это и взгляд в прошлое. И запас семенового и генетического материала кольской флоры, и место, где совершаются открытия. Абсолютная машина времени, потому что, как гербарий хранился в 19 веке, так же и в начале 20 века, и сейчас принципиальная схема хранения – она одна и та же. Это гербарий, он навечно фиксирует определенные исторические срезы, как в распространении растений, так и в их облике. В гербарной коллекции Кольского научного центра почти 50 тысяч экземпляров. Собирать ее начали со времен образования Палеорно-Альпийского ботанического сада в 1931 году. Вошли в этот гербарий образцы, собранные первыми исследователями Кольского полуострова, когда колонизация севера была еще мечтой. Самые старые сборы у нас с начала 20 века – это 1909-1910 годы. И все это хранится вечно. Этот сбор 1955 года, он собран во времена подготовки многотомного издания флоры Мурманской области. Ученые дополняют коллекцию и сейчас. Летом в полевой сезон собирают по несколько тысяч образцов растений. Это важная работа, ведь растения нужны не только для выполнения конкретной исследовательской задачи. Они – настоящий супербанк. По гербарию можно культивировать ткани. В некоторых группах растений ДНК можно выделить даже век спустя. Сохранять важные находки в экспедиции ученым помогают специальные прессы. Собственно, сюда растения укладываются в газеты, перекладываются прокладками многочисленными и сушатся в этом прессе. Ежедневно в процессе сушки их надо перекладывать, чтобы они не сгнили. Ну и спустя неделю или две растения уже вынимаются отсюда сушеные и кладутся для дальнейшей работы уже в лаборатории. Найти, собрать, правильно высушить – это еще не все. После растения тщательно изучают, препарируют под микроскопом, чтобы точно установить вид. Часто они настолько похожи друг на друга, что даже опытным ботаникам приходится тратить много времени, чтобы разобраться детально. Вот, например, манжеток множества и множества видов. Есть манжетки, которые в природе растут в России, но во времена Второй мировой войны, в процессе боевых действий, их занесли в Западную Европу и в Скандинавию. И впервые, как вид для науки, описали там, в Скандинавии. Это называется «Альхимила полимахора», манжетка полимахорная, которую впоследствии нашли и в России, и выяснилось, что она в России обитает. То, что нам кажется просто сухими травинками, на самом деле – свидетели прошедших событий. Они хранят память о посевах на полях, о климате. Нужный экземпляр легко найти. Коллекция организована по системе Энглера. Ее хоть и считают устаревшей, но она самая удобная, говорят ученые. Именно благодаря гербарным образцам можно сказать, какие растения изменили ареал своего обитания. Какие исчезли и как развивалась судьба отдельных видов. Ведь флора тесно связана с историей хозяйствования людей в этих местах. Случаются и почти детективные истории. Вот здесь, например, мы с вами можем увидеть агростема или куколь, называется растение. Это растение в Мурманской области фактически исчезло. Сейчас его невозможно обнаружить. Почему? Это растение когда-то было сюда привнесено вместе с сельским хозяйством, с зерном, с посевным материалом. И встречалось много где на полях. Причем это растение было очень широко распространено. Сейчас оно фактически исчезло. И я вообще не знаю ни одной встречи этого куколи за последних 20 лет. Эта коллекция оказалась открытием. Прежде она хранилась в другом месте и на несколько десятилетий выпала из поля зрения ученых. Эти образцы были собраны в середине 20 века для работы Елизаветы Шляковой, которая изучала виды, засоряющие посевы на Кольском полуострове. Для современных ученых такой материал стал настоящей сокровищницей. В коллекции нашли два новых вида для флоры Мурманской области. На самом деле гербарий – это еще такая вещь интересная, что сколько бы ты им ни занимался, всегда в нем найдешь что-то новое. Вот, казалось бы, гербарий в системе Академии наук в Кольском научном центре существует фактически со времен образования ботанического сада. Но недавно, проведив инвентаризацию в нем, мы нашли в этом гербарии четыре новых вида для флоры Мурманской области, которые просто были неправильно определены. Уход за этим супербанком требует огромных сил. А еще сейчас ученые оцифровывают экземпляры. Собрать сканер высокого разрешения удалось благодаря гранту Российского научного фонда. Здесь каждый элемент – уникальное инженерное решение. Подобных установок всего четыре в России. На этой установке мы сканируем гербарий как с полярно-альпийского ботанического сада, так и из других учреждений. В частности, у нас сейчас есть особый проект по изучению мелколепестников. Это группа сложноцветных растений, которые очень сложно идентифицируются. А еще наличие цифровых высокоточных копий даст возможность сделать их доступными для многих ученых. Позволит лучше и дольше сохранять старинные хрупкие образцы растений. Не тревожить лишний раз. И, возможно, еще через сотню лет эта коллекция позволит ученым проникнуть в такие тайны, раскрыть такие загадки и факты, которые сегодня кажутся фантастикой. Субтитры создавал DimaTorzok